Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, и вы узнаете, что Антон Гусев написал про неадекватное поведение Жени Гусевой. Как мы могли вчера убедиться, мирного развода у Жени и Антона все-таки не получилось. На днях Гусева устроила праздник в честь дня рождения сына Даниэля. Она придумала вечеринку с участием героев комикса «Человек-паук». Отец мальчика хотел устроить ему отдельный день рождения, чуть позже. И вот вчера Антон опубликовал гневный пост, чтобы достучаться до Жени, которая мешает ему видеться с сыном. Никогда не думал, что буду писать это. «Женя, почему ты лишаешь меня моего сына? Откуда такая неадекватность? Я стою сейчас, названиваю няни. А это человек, который уже 4 года воспитывает моего сына полностью без разрешения и без патента на работу в России. Она не берет трубку, пока ты на фотосете. Она не открывает мне дверь. Я переживаю за сына. Я вчера ей звонил, сказал, что сына заберу сегодня на 3 часа праздновать день рождения с детишками. Я все подготовил очень красиво. Я пригласила много его друзей. Она мне вчера сказала, что не откроет дверь, так как у сына температура. Какое она имеет право на такие слова? У сына на вашем праздновании тоже была температура. На видео видно. Вы праздновали и скорую не вызывали. Она сказала, что уже просто все было готово. Сегодня тоже все готово, нет температуры, прошло 3 дня и сына мне никто не дает. Она куда-то его увезла. Женщина, которая никакого не имеет права законного даже на его воспитание, не берет трубку и сказала, что дверь не откроет. Я оплачивала ее 4 года. А в этом месяце я перестала твои разъезды оплачивать. И ты говоришь мне в трубку, что она имеет право не брать. Как так? Это же мой сын. У меня биография получше няни в разы. Меня никто не лишал и не лишит никогда прав на моего сына. Что вы там творите? Я вызвал полицию, не бить же мне ее. Сижу, жду. Пусть они решают этот вопрос. Я напишу заявление на нее. Может, она похитила моего сына. Все это очень неадекватно, все это очень грязно. Но я не знаю, как так взять и лишить встреч с сыном меня. Почему ты так поступаешь со мной? Мы же договорились все решать мирно. Этот пост вызвал очень много обсуждений в сети. Вот некоторые комментарии. Скоро всю правду матку друг про друга вывалят. Идеальная семейка. А как красиво они преподнесли нам сначала свое расставание. Многие зрители переживают за малыша. У ребенка температура, им все равно, ведь у них все готово. Вот они, элитные няни для звезд Дома 2. Наверное, и говорить по-русски не умеют. То-то на фотографии у ребенка такая вымученная улыбка. Малыш болеет, но мама заставляет улыбаться. Многие подписчики осуждают Антона. Какая-то женская истерика у него, еще бы ногами потопал. Про няню вообще непонятно. Где ты был тогда родной 4 года? Почему доверял ей самое ценное и оплачивал ее услуги, хотя знал, что у нее нету права на работу няней? И почему тебя сейчас тогда это возмущает? Некоторые пишут, что Женя Гусева таким образом мстит бывшему мужу из-за того, что он прекратил оплачивать все ее прихоти и капризы. Мне кажется, тут все банально. Ключевые слова Гусева. В этом месяце я перестал оплачивать твои разъезды. Эти слова все объясняют. Меньше денег, меньше общения с сыном. Классический шантаж. Теперь подписчики-покупатели магазина Гусевых в магазин за шмотками рванут. Не зря же все так на публику выносится. Дурной пример заразителен. Сначала Бородина показала, потом Бузова подхватила, а Феофилактова чем хуже. А то забывать их стали, даже фотки не обсуждают. Нехорошо. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.